За Россию! До конца! Что это такое? Это рюкзак Охотника за привидениями. Сегодня я буду в образе Охотника за привидениями. Ну и на вахтера будет похоже немножечко. Вы в декабре дали сольник в стадиуме. Собрали его. Yes. Sold out. Sold out. Full pack. И через месяц снова выступили в Москве. Да. Да, клуб поменьше, там два с чем-то косаря. Да. Но все равно. Тоже sold out. А что это за кич? Просто денежки на отпуск? Нет, мы каждый год играем эти карнавалы. Когда нам года четыре назад, просто не помню, нам чуваки говорят, слушайте, а не хотите 6 января дать концерт? Мы такие, как кто пойдет 6 января на концерт? Нам говорят, давай. Мы такие, ну давайте попробуем. Бах, sold out, все билеты проданы, концерт бомба. В Питере тоже все круто прошло. И мы такие, блин, а что? И мы каждый год играем и всегда круто проходим. Для людей, которые быстро устают бухать. Да, у нас слишком длинные праздники. Людям реально на третий день нечего делать. Слушай, я даже в Питере был несколько лет назад на концерте ПТВП. Первого января там невозможно было пройти. Просто физически пройти первого января. И люди приходят и веселятся. Внутренний движ такой, знаешь. Это, я думаю, собирательный образ всех негативных комментариев, которые нам прилетали за последнее время. Нет, это реальный комментарий. Ютуба, который стал мемом. Мы решили сделать мерч. Далеко не ходя. Это должно жить. Тут по классике. И про нашу ориентацию. Сразу же, да? Прям сразу. И написано, откуда мы. И за творчество наше. Все пояснено. И за обложку последнего EP. Вы позор страны. Внимание! До начала шоу остается 4 минуты. А это кто? Это он. Крис Шен. Это бэк-вокалист и перкуссионист группы «Слепнот». А, что это? Конечно портают. Мы трахнем это дело. Сань, запускаются. Меня на меня. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Три. 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 Один. Ура! «Спаси, но не сохраняй! Спаси, но не сохраняй! Спаси, но не сохраняй! Спаси, но не сохраняй!» Добрый вечер, друзья! У этого EP-обложка, которую обсуждали, причем не 30 секунд, не минуту, а довольно долго, в эфире НТВ. В программе Норкина. Там была дискуссия, я посмотрел перед ним. Такая себе дискуссия. Респект молодому там, я не знаю, я посмотрел, молодой ведущий, молодец, поддержал. Он же молодой, может, не знаю, вот мужик молодец. Я не знаю, кто это, может, он там потом другие страшные вещи какие-то говорит. Но вот конкретно в том ролике… Он говорил, что это современное искусство. Родина-мать, которая соединена с скульптурой. Со скульптурой Лувра, которая… скульптура в честь невинноубиенных. Решили взять какой-нибудь символ России и показать, что с ним что-то не так. Если коротко, то альбом про то, что с родиной что-то не так. Да. С родиной что-то не так. Извиняюсь. Кашель. «Коллективный разум под утро с фонариком ищет закладки. В мозг пустил метастазы и неоперабельный рак правды матки. К светлому завтра нас прибьет по инерции. Оно подарит инфаркт миокарда. Не принимает, а близко к сердцу. Родина-мать. Вождь-отец. Они продолжают наш жесткой бать. Самый что ни на есть объективный инцестус». Для нас статуя Родины-Матери — это как метафора страны, России. Дуальность происходящего, раздвоение общества сейчас. Кто-то за, кто-то против. В том числе, опять же, наша страна, в ней не все хорошо. Вот у ней скелетик, пожалуйста. Ну, как бы это абсолютно на поверхности очевидно. Ну, нам прилетели предъявы за то, что мы касаемся символа Великой Отечественной войны. Вот хотя ни в ИПИ, ни в нашем замысле вообще никакой Великой Отечественной войны не было и близко. Победа над фашизмом стала нашей национальной идеей. То есть национальная идея России сейчас сконцентрирована вокруг темы победы, вокруг прошлого, не вокруг настоящего или будущего. И более того, сейчас все делается для того, чтобы все, что касается темы победы, становится священным. То есть любой бетонный памятник, неважно, какой он красивый или некрасивый, он становится священным. Его нельзя трогать. Просто тема становится запретной и священной. Вот это мне не нравится. Как и парад тоже. Вот я сейчас скажу, что мне не нравится парад из-за милитаризма. И меня закидают гневными комментариями. В лучшем случае. Парад это круто на 9 мая, как традиция. Это круто как часть культуры. Это круто, может быть, даже семейная традиция 9 мая собираться за столом смотреть этот парад. Но это не круто в целом, как проявление милитаризма, во-первых, и как часть вот этой большой идеологии, основанной на прошлом. А на чем должна быть идеология озвучена? На настоящем и на будущем. Мы либо должны к чему-то стремиться, либо что-то делать сейчас. Тогда не отмечать 9 мая? Отмечать. День памяти это может быть. Помнить о войне, почитать ее участников и проводить парады с военной техникой. Это вообще разные вещи. Можно и без парада обойтись в теории. Людей, которые верят в Бога, либо настоящих патриотов, или людей, которые любят свою страну и гордятся ей, мне кажется, их не должны и не могут обидеть картинки, песни, какие-то шутки. Мне кажется, это вообще не сочетается. Ты либо горд и уверен в своей стране и вообще, что ты крутой, и тебе вообще-то тебе должно все рикошетить, либо у тебя какие-то проблемы есть. То есть, если ты триггеришься на такие вещи, значит, не в вещах проблемы, значит, в тебе проблемы. Значит, у тебя что-то не так с твоим ощущением и с твоим пониманием патриотизма, или любви к Родине, или веры в Бога. Поэтому, я не знаю, типа, обижаются. Если ты что-то сделал, и на это никто-то не обиделся, это значит, ты просто ничего не делал. Вот, серьезно. Сейчас, блядь, столько общественных организаций, непонятно, каким образом и зачем созданных каких-то активистов, которые просто ищут, ищут до чего бы докопаться. Ну, пожалуйста, что поделать. Коронавирус, закрывающиеся границы, рухнувший рубль, обнуление. Кажется, древняя английская пословица «no news is good news» давно не была так актуальна. Так же, как и проповеди про изучение английского языка, с которыми мы здесь периодически выступаем. Даже если вы не собираетесь никуда уезжать, учить английский нужно, чтобы не чувствовать себя в тотальной изоляции и поддерживать связь с реальностью. Один из самых эффективных способов поддерживать свои навыки английского – это смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала. «Крылатская» – один из немногих московских спальников, где снималось настоящее голливудское кино. Создатели второго фильма о Джейсоне Борне «Превосходство Борна», часть «Сумасшедшей погони» сняли вот там, на Осеннем бульваре. А вот тут Борн, раненый, хромой, очень грустный, шел по этой аллее вот к этому дому. И всему человечеству открывается вид на эту бело-голубую панель. Буду честен, я тормоз и начал смотреть фильмы на английском только сейчас. Я смотрел «Форд против Феррари» как раз с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом. И то, как там говорит Кристиан Бэйл – это отдельное удовольствие. Все это очень хорошо дополняет обучение английскому языку в Skyeng. Несколько причин, почему именно в Skyeng. Во-первых, в Skyeng удобный онлайн-формат. Вы занимаетесь тогда, когда у вас есть время, и когда вы находитесь в месте, где работает интернет. В системе Skyeng более десяти тысяч преподавателей. Вы легко найдете оптимальный вариант, исходя из своих интересов. А если не нашли подходящего, то его можно поменять через кнопку в личном кабинете. Жаль, что с политиками так нельзя. Глобально Skyeng радикально отличается от классической советской школы. Тут учат, исходя из того, какую цель вы себе ставите и что конкретно нужно вам. Никакой зубрежки. Только через игру и личное общение с преподавателем. Вот у Сереги в домашнем задании стоит северокорейский курорт. Нынче актуально. Еще в Skyeng есть разговорные онлайн-клубы. Это отличная история для того, чтобы улучшать свои разговорные навыки и аудирование в дополнение к индивидуальным занятиям. И совсем эксклюзивная история. Skyeng запустил разговорные клубы с носителем языка. Темы клубов самые широкие. Мировой футбол. Допинг в спорте. Коррупция в спорте. Брэкзит. Советская Россия. Царская Россия. Известные миллиардеры. И моя любимая тема. Россия не заканчивается Москвой. Все это вы можете обсуждать с иностранным преподавателем. Разговаривать, 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 разговаривать и совершенствовать свои разговорные навыки. В описании к этому видео есть ссылка. По ней нужно обязательно перейти. Там сразу несколько бонусов от Skyeng. Для всех новых пользователей бесплатное первое онлайн-занятие и три месяца бесплатных занятий в разговорных клубах по промокоду от Дудя. Ну а для всех, кто уже в SkyM тоже 3 месяца бесплатных занятий в разговорных клубах при оплате от 16 занятий по тому же промокоду от Дудя. Оба предложения работают до 30 апреля. От Дудя! Гоу! В списке самых романтичных слов, которые я когда-либо услышал, есть слово вододелитель. Вододелитель, да. Мы здесь и находимся. Что это максимально кратко? Это причина появления славного города Нариманово, собственно. Это штука, специальное приспособление, которое за всю свою историю, с 63-го, по-моему, года, работало всего 6 раз. Это штука для того, чтобы перекрывать течение и наполнять водой все речки и каналы, которые выше по течению находятся. Чтобы доставлять воду, где ее не хватает. А, 6 раз? 6 раз с 63-го по 89-й, по-моему. А, типа, больше она не надобила? Ну, это же прекрасные реалии жизни таких сооружений в России построили и забыли. Сейчас она просто имеет место быть. Это твоя строчка или его про Бона борются за правду народа? Сергей. Так, окей. Все классное придумал Сергей, если что. Да? Ну, наверное, я не знаю. Кто лучший поэт, он или ты? Он. Не, ну, серьезно. Самый крутой чувак, которого я знаю. Человек, музыкант. Ну, мы, слушай, мы больше 25 лет, во-первых, дружим. И как бы все хорошее, наверное, что есть во мне, благодаря нему произошло. Ну, то есть он там вдумчивее, умнее, и я всю жизнь бок о бок с ним становился тоже, типа, умнее, вдумчивее. Ну, я как бы сейчас не лискну, типа, это правда, а здраво оцениваю себя в этом мире. Как я недавно ретвитнул, типа, как я недавно ретвитнул, я тупенький, но добрый. Ну, попиздеть, типа, хе-хей, это, конечно, больше я. Типа, я подружить с кем-то, пообщаться, Сергей больше закрытый человек. Наверное, год 95-й был, или 94-й, я только переехал из Махачкалы, я родился в Махачкале. И, наверное, где-то в первые полугодия, сколько я жил в Нариманове, я познакомился с Артемом, он был соседом моим в соседнем подъезде. Были еще пиздюками, голожопами. Артем на два года у меня младше, то есть если мне было где-то 7, то ему было 5. Вообще не представляю, чем мы общего нашли. Ну, у нас была тусовочка небольшая, дворовая, ну, в 94-м году, да, где-то. И вы дружите до сих пор? Да. Ты что, он мне шнурки завязывал, я не умел еще тогда. Да? Да. Блин, это очень трогательно. У нас есть фотки, где мы вообще стоим там в этих колготках еще таких мелких. Мы прямо с самого детства, да, мы гуляли вместе, там, вот с тех до сих пор. Он трогательно нам рассказывал, что ты шнурки ему завязывал, когда он не умел. Да, теперь он меня завязывает. Почему? Ну, была такая история недавно на концерте. Я не помню, что за город был. Я подходил к краю сцены, а мне там развязывали шнурки посетители концерта. И я не заметил, Артем мне завязал. Я читаю рэп, стою, Артем мне завязывает шнурки. Это пляж? Это пляж, это старый пляж в Нариманове, сейчас есть новый. Ну, тут просто написали, купаться запрещено, и как бы, ну, типа, взятки гладкие, делайте здесь все хотите. Все купаются. Конечно, все купаются. Прям вот с таблички купаться запрещено, люди прыгают в воду. Ну, да вода придет, сейчас просто вода ушла, и, соответственно, летом воды здесь будет больше. Смотри, ну, это реально метафора на Россию, видишь, песок просто африканский и лед. Астрахань — это вообще метафора на России, само по себе. Ну, потому что летом жарко, плюс 45, асфальт плавится. Зимой холодно, минус 20, вот как сейчас. Ветер, ветер. Песок, вода, пляж. Купаться запрещено, все купаются. Ты необычный рок-артист, поскольку ты в эту профессию пришел с работы чиновника. Слушай, ну, я закончил Астраханский государственный университет, бакалавриат, и вообще сидел, ну, типа, ты в Астрахань, понимаешь, Астрахань, десятый год там. Мы заканчиваем институт, и, естественно, типа, ну, заканчиваем институт, все, дальше куда-то идти работать. У нас был препод, царство ему небесное, Попов, фамилия у него была. Он такой, ребята, а че вы, типа, Астрахань? А уперлась она вам, это Астрахань. А не хотите МГУ, Бауманка, Плешко, в Питере институт, Высшая школа экономики? Мы такие, да где мы, и куда, как мы поступим? Он говорит, и просто начал с нами бесплатно заниматься, чтобы мы, готовил нас к вступительным экзаменам в магистратуру, вот в топовый институт. Вообще на энтузиазме, просто. Для него было круто, что его студенты поступят в хорошие ВУЗы. Ну и мы поступили, я поступил на бюджет в Высшую школу экономики, в магистратуру. Ну и все, переехал в Москву, и, собственно, так я первый из группы переехал в Москву. А в вышке у меня был преподаватель Курсача Уланов, у него фамилия была. И он присылает мне, еще двум пацанам, одногруппникам, кто у него Курсачи пишет. Говорит, слушайте, а у меня тут товарищ есть из Минфина, а у них там новый департамент образуется. Звонит мне, говорит, нужны молодые, активные сотрудники. Он говорит, ну-ка, пришлите мне резюме. Чтоб ты понимал, у меня на тот момент даже резюме не было. Я вот даже понятия не имел, как резюме должно выглядеть-то. Ну, общежитие же такое место, где... Всем научатся. Конечно, не научат, так помогут. Ну, то есть можно найти все, сделать все. Короче, мы сделали резюме мне, там, коллегиально. Все, стрессоустойчивость, вот эта вся чушь, которая везде пишется. Отправили ему, он отправил туда, и через месяц нам звонят из Минфина. Типа, приходите на собеседование. Ну, все, поехал на интервью, на собеседование. Опять, чтобы ты понимал, у меня в жизни не было ни туфель, ни брюк, ни рубашки, ни пиджака. Ну, что? Общага, общага, святое место. Мне нашли туфли, пиджак, брюки. На мне своего были только носки и трусы. И портфель какой-то мне даже дали. Не знаю, зачем мне дали этот портфель. Все, я поехал на собеседование в Минфин. Знаешь, как департамент назывался? Я прям ехал и всю дорогу учил название департамента. Давай. Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности, гражданского назначения, энергетики, связи и частного государственного партнерства. Вот, назывался департамент. У меня были случаи, когда секс делался меньше, чем ты произносил. Я всю дорогу на нервяках ехал, просто учил название этого департамента. Мы приехали втроем, пошли на собеседование, и вот двоих нас взяли. Музыка всегда была хобби. И то, что она станет работой, мы точно не могли подумать. Ты был айтишником. Да. Что ты делал, расскажи. Я работал в одной большой конторе. У нее был офис в Швейцарии. Программисты у нас были сначала в Индии, потом практически все время, когда я работал в Украине. В Полтаве, в Харькове и в Киеве. Короче, мы делали программы, которые обзванивали клиентов и собирали информацию. Я в этой конторе почти с самого начала был. Я был тестировщиком. Изначально потом стал project-менеджером. Когда я уже оттуда уходил, я был директором отдела customer care и проектным менеджером разных проектов. Нашими клиентами были большие фирмы, большие компании в Европе. И все это, живя в Астрахани? Да. И в Москве потом, когда я переехал, я еще работал года два. И в 11-м году я переехал, и в 13-м году ушел с работы. Я проработал почти два года в Минфине. Я работал в отделе инноваций и инвестиционных проектов. Я занимался инновационным центром Сколково. Ты можешь коротко сформировать, что именно ты делал? Министерство финансов занимается тем, что выдает деньги. Я просто поясню. Есть куча других министерств. Они каждый год присылают свои хотелки. Ну там, Минтрансу нужно триллион и на что-то, на то-то, на то-то. Кому-то еще нужно то-то, то-то, то-то. Вот, Минфин это все подбирает. Кому-то говорит, а вот вам столько, а вот вам не столько. И занимается, собственно, процессом выделения денег. Пишется закон о федеральном бюджете, подбиваются сметы. Идет работа, там, дать столько, не дать столько, аналитическое и прочее, прочее. И, собственно, выдает деньги. Вот мы, у Сколково же есть свой федеральный закон, вот, например, чем я занимался. Мы выдавали деньги. То есть ты в федеральный закон вносишь все необходимые документы. Плюс ты там отчитываешься счетной палате, отчитываешься Медведеву, отчитываешься еще кому-то, рассматриваешь их документацию. Ну, ты прикинь, там, приходит строительный план какой-то фигни. Я, 22-летний лох из Астрахани, закончив Астраханский государственный университет, сижу, блядь, и должен оценить, стоит теплоотвод, там, 700 миллионов. Я, блядь, не знаю, что такое теплоотвод вообще, как он, блядь, выглядит вообще, что это, зачем это нужно? Ну, это было формально, типа, мы формально должны были делать, но по факту это было нереально. Ну, типа, нас два человека, а в Сколково 500 человек, компетенции явно гораздо больше, чем мы, обладающие, вот. Ну, и как бы вот в том числе такая работа была. Или там, какой-то там переход они хотели строить, который стоил миллиард. Переход через дорогу с траволаторами, там, с подъемниками, стоит миллиард. Ну, тебе присылают, типа, проект, а ты должен начальству, типа, заключение дать. Стоит это миллиард, например, или не стоит миллиард? Стоит миллиард? Бля, ну, все, что угодно, может, стоит сколько угодно, я тебе могу сказать. Можно и за триллион построить. Ну, типа, у тебя какая цель стоит? Построить. Ну, как построить? Можно как угодно построить. Аа, ну, типа, в дубайском стиле или не в дубайском стиле? Ну, да, можно же технологии разные применять. Ну, то есть, ну, понятное дело, что мы всегда писали, типа, не закатать ли вам губежку за переход за миллиард. Или, там, они какой-то купол хотели над городом поставить, мы им тоже пишем, типа, поставьте себе над головой купол. Вот. И вы давно, типа, и ты занимаешься вот этой фигней. Твоя позиция — это та, которую пытались коррумпировать? Не, слушай. Ну, по логике, именно, вот, людей, которые такие заключения пишут, хорошо бы вечером пригласить в рестик, или… Не, такого, мы, чтобы ты понимал, мы технический, грубо говоря, был персонал. То есть, мы не визирующие должности. Визирующие — это чья подпись. И поэтому, я не знаю, они, может быть, вот, вышестоящие чиновники где-то в рестиках, или не в рестиках, или в закрытых совещаниях что-то как-то между собой делали. Но изнутри, даже вот на нашем месте, это было абсолютно не видно. А мы, а с нами как-то пытаться договориться, а что с нами договариваться? Что я тебе могу сделать? Когда уходил, когда уходил, я зарабатывал три с половиной… Ну, это последняя моя зарплата была — три с половиной тысячи евро. Ну, это когда я уходил. — В 2013-м году? — Да, да. И когда я ушел, я стал зарабатывать нихуя где-то приблизительно. До… 17-го года, наверное. Это было такое сложное решение, потому что, если ты долго не занимаешься IT, ну, то есть не копаешься вот в этой всей фигне, ты можешь отстать. Ну, год не позанимался, это еще очень долго и мучительно восстанавливать все знания, которые ты потерял за этот год. То есть это был поворотный момент. Ну, и вообще, в принципе, мне интересно это направление было, я поэтому и пошел учиться на IT-шника, собственно. На информатика-экономиста. Ну вот, мне… В принципе, я был доволен. То есть это была не нелюбимая работа, это была точно работа, которая мне нравится. Если бы не было музыки, наверное, я бы продолжал заниматься. Но, наверное, я бы не был чиновником, потому что я, собственно, ушел, потому что не смог ужиться как бы с начальством. — Оно поменялось, да? — Да, оно поменялось. Ну, то есть наш директор департамента стал замминистром. Он, кстати, в должности замминистра был на нашем концерте в 16 тонн. — Замминистра финансов? — Да, был на нашем концерте в клубочном. — Замминистра финансов пришел на концерт группы «Анаконус». — Да. Я же тебе говорю, молодой персонал, молодые сотрудники. У нас было очень такое не панибратское отношение, а вот рабочее. То есть не характерное для министерства. Пришло несколько начальников отдела, там ребята мои пришли. Он пришел. — Угорели? — Да, он потом шутил, что песня «Всем пиздец» станет гимном департамента. — Я сколочу себе банду и ожидать сижу, только если совсем чуть-чуть. — Когда я буду у власти, я вас всех найду, и уж тогда-то по любому. — Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. — Для микрожизни есть микрозаймы. Надо же держаться и не сык хозяина. Ароматный боярышник лучше виски. У нас все свое родное, только чай индийский. Че там у богатых, че там за границей? Соловей про журавлей накаркает с синицом. Ты либо стервятник, либо стерхвотник. А клеток для орлят у нас на все хватит. Я копил на жизнь, ее кто-то продал. Государство мне пример, моя вор-модел. В этой бочке без надежды мы капли мёда. Командир, сколько стоит моя свобода? Давай посидим, встретим закат. Давай, заходи, есть третий стакан. Пересмотрим все фильмы с подробом. Завтра соберемся и посмотрим снова. — Че там у богатых, че там за границей? Соловей про журавлей накаркает с синицом. С чего это ты вдруг решил об этом написать? Ну, как бы, это же очевидно, что почему-то, как не включишь наш федеральный канал, мы обсуждаем Сирию, Венесуэлу. Я удивился, когда там, будучи у родителей дома, включил телевизор, а там до сих пор обсуждается Украина. Кто куда там пошел, кто что сделал. И для меня это вообще серьезно. И я был в шоке просто, что до сих пор это все обсасывается. Ну а разве это не важно? Не знаю, наверное. Мне кажется, я человек маленький, и у меня бытовая философия. У нас, по-моему, достаточно своих проблем под носом, которые неплохо было бы обсудить и порешать, в том числе на федеральных каналах. Ну, типа, мне вообще плевать, что там в Венесуэле, в Сирии. Меньше плевать, что там в Украине, хочешь, чтобы там было все хорошо и мирно. Но, типа, не каждый же день. Не строить же на этом всю пропаганду какую-то. Ну это же невозможно уже. Ну а о чем ты хотел обсудить? Какие проблемы самые важные сейчас в России? Медицина, образование, реформа МВД, борьба с коррупцией. Те же самые инновации, которые так продвигались и так заглохли. Типа, фундаментальная наука. Набрать миллион росгвардейцев — вообще же не проблема. В России ты можешь и три миллиона росгвардейцев набрать. А набрать десять тысяч инженеров, врачей, докторов наук — это проблема. И вот, мне кажется, государство должно вот этим заниматься. Создавать условия, чтобы у нас появлялись крутые преподаватели, врачи, чтобы они могли достойно работать. Я понимаю, что внешняя политика важна, но просто когда 98% всего новостного какого-то эфира занимает внешняя политика, и начиная там с Крыма и продолжая вышеупомянутыми странами, мне вот вообще не хочется это знать и слышать. Хочется уже, чтобы... Эй! Ребята, у нас тут, типа, люди умирают. Нечего кушать. У нас институты — говно. У нас школы разваливаются и больницы разваливаются. Ну, в Москве более-менее. У меня маленький сын, мы пошли просто в детскую больницу, и я офигел, круто. Ну, типа, все хорошо в Москве. А я помню свою больницу в Астрахани, в Нариманове. Накопилась какая-то грусть, русская тоска накопилась, и вот у нас есть такой внутренний психотерапевт, как песня. Ты можешь написать песню и немножко, типа, и высказаться, и выпустить, и выдохнуть. И мы написали, и выпустили, и выдохнули немножко. Почему вы загрустили? Что не так? Это интересный, это хороший вопрос. Все, все, вот опять же, в песне все хорошо вроде, вроде все хорошо. Не знаю, вот все хорошо. Повесится или... Повесит ружье. Все хорошо. Повесится или повесит ружье. Да ну, что за мысли, ведь все хорошо. Все хорошо. Перезимовали за гаражом. Радуясь так, будто не заражен. Ныряли ведь в пруд колышом. Значит, Бог бережен, значит, все хорошо. Все равно же у тебя глаза есть. Ты встречаешь много людей, ты многое видишь. И тебе просто хочется жить немножко в другом месте. Не в другом месте географически, а в другом месте здесь. Чтобы у нас немножко была другая повестка государственная. Чтобы у нас были немножко там какие-то мнения в массах немножко другие, более там доброжелательные, толерантные. Чтобы как-то внешние города начали меняться. Чтобы мы жили вот в месте, где приятно жить. И приятно безопасно ходить. И можно заниматься делами и вообще не думать о политике. Ну, насколько это возможно. Вот как Александр Долгополов говорил, хочется творить, писать, гулять. И вообще не думать, что сейчас за тобой приедут или за твоими друзьями приедут. Или что вообще сейчас что-то произойдет. Я в один момент отписался от всего. Значит, что я подписан в Твиттере максимально. Чтобы вот типа создать себе коробочку. Типа надо посмотреть на кошечек, на собачек, на то, что там хорошо. Чтобы немножко... Ну, невозможно типа смотреть все время в темноту, чтобы она тебя не захлестнула. Нужно немножко проветриваться. Ну и все равно невозможно уклониться. Тебе все равно прилетает отсюда. А ты закрываешь дверь тебе через форточку. Ты закрываешь форточку тебе через другое окно. Тебе через щели прилетает. Тут это, пятое, десятое. Ты думаешь, да вашу мать. И оно копится, 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 копится. Про что песня «Не курю»? Я занял твое сердце без единого выстрела. Ты вроде все проголосовала за это. Друг друга будем мы любить. Даже не из того, как я люблю тушить от тебя сигареты. Я ведь даже не курю. Про Украину. Про наши с ней отношения. Смысл этих отношений раскрыт через сравнение с абьюзивными отношениями в семье. Абьюзивными? Ну, в смысле, абьюз. Когда кто-то в семье над кем-то издевается. Да. Товарищ участковый, мы живем дружно. Я тягаю на заводе лом. Она готовит ужин. Три года как ни от кого не поступало жалоб. А рассеченная губа так это. Она упала. Никогда такого не было. И вот снова. Это все соседские проделки. Иск необоснован. Это клевета инсинуации и постановы. На ней не побоев. Нет ни самоходных установок. Она спровоцировала. Вся вина на ней. Хитрая, грязная дрянь. Приколанная к батарее. Я ставлю ее в память. Она с ожоги на шее. То, что мое по праву. Я по-другому любить не умею. Как ты относишься к присоединению Крыма? Коннексии Крыма. Коннексии Крыма. Отношусь к этому как к коннексии. То есть это однозначно отжали. Отжали. Ты не рад этому? Я не рад тому, что случилось. Да, конечно. Крым прекрасное место. Там уже прекрасные люди. То есть я к Крыму хорошо отношусь. К тому, что отжали, мне кажется, это большая ошибка. Которую мы будем долго... Результатами этой хуйни мы будем долго расхлебывать. Это не только страна в глобальном смысле, но и ее жители. То есть мы с тобой. При этом вам запрещен въезд в Украину? Да. Почему? Потому что в 15-м году мы выступили в Крыму. Ну, тогда, во-первых, мы не могли подумать, что это может привести к каким-то последствиям. Плюс у нас были обязательства перед организаторами, перед тусовкой, которая делает концерт. Он был заявлен, объявлен еще до вот этой всей ситуации. Я расцениваю это как косяк. Конечно. Можно сказать по незнанке. Я не знаю, это, наверное, не оправдание. Но в общем и целом дальше мы отказывались от всех выступлений в Крыму. Вы скучаете по Украине? Ну, конечно. Потому что там всегда огненные концерты были. Каждый год играли как минимум в Харькове и Киеве и в Одессе. Это классные города, которые нам нравятся. Песня «Посмотри на меня» — она про что? Про большого брата? Про пакет Яровой в том числе. Песня «Посмотри на меня» Когда это все обсуждалось, когда выходил этот закон, такая рефлексия была. Относительно слежки? Да, относительно того, что за тобой наблюдают. И непонятно зачем. Понятно зачем, но, естественно, это никому не нравится. В этом нет смысла, наверное, какого-то даже. То есть это все прикрывается борьбой с терроризмом и так далее. А на самом деле? Не знаю, мне кажется, на самом деле это просто борьба с внутренними врагами скорее, нежели с внешними. Когда можно любого человека найти неугодного, то гораздо проще вообще все делать. А если интернет прикрыть, то никто и крикнуть не сможет. Приедут к тебе, заберут и все. И у вас появилась традиция на концерте? Это не мы придумываем, это ребята из Крю придумали. Крю — это типа ваши ультрас? То есть самые ярые фанаты? Ну да. Так, и что они придумали? На припеве, смотри на меня, я голый стою в окне без штор. Вот человек. Красивый, очень красивый, просто сказочно красивый. Лев, чтобы вы знали, Лев начал эту традицию. Лев — это такой здоровый татуированный парень. Для истории он важен тем, что именно он в 2009 году в Эстонии показал группу Anacondas Noize MC. Вот, и Noize увидел, прикололся и уже нам написал вот как раз через льва. И этот вот лев гоняет к нам на концерты. Вот, и, собственно, как это, я не знаю, этот чирлидерский подход. Его держат заодно? Ребята стоят, его поднимают, да, он раздевается до трусов, и в момент припева исподняя, собственно, опускает, прикрывая причинное место ручоночками. Ну там, что прикрывать-то? Там два пальца положил и прикрыл, и все, собственно. Ну, как бы… Я понимаю. Ну, чем больше мышц там, тем у него, да, меньше, чем прикрыть, вот. Но я слышал, я-то вижу спереди, слышал, что девочки сзади просто в оморок падают. Ну, типа, сзади вид прикольней. Мы пока тут осторожно в лайк посидимся, В крепкого сигнала до новых встреч в сетях. Я голый стою в огне без штор. Смотри на меня. Я в руках держу свой пол. Смотри в глазах. С балкона напротив подвичь обзор. Платочь в моей кровати. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Кто лучший поэт в русской музыке? Если как раз тогда абстрагироваться от стилей, то, я думаю, это Ваня Нойз МС. Вот я сейчас даже рядом никого не вспоминаю. Часто ли тебе приходилось слышать, что «Анакондас» — это же те, кого всю карьеру Ваня Нойз тащит за собой? Ну, не только карьеру тащит, мы еще на него похожи. Практически то же самое. Но Нойз МС для бедных группы «Анакондас». Сделал нам карьеру, что, кстати, вообще правда. Ну, отчасти или не отчасти, ну, это правда. Ну, или просто нас называют друзья Нойз МС. Сейчас уже поменьше, но раньше интервью начиналось любое с вопроса «Как дела у Нойз МС?» Вот. Здравствуйте. Это очень унизительно. Ну, я не знаю, на самом деле, может быть, чутка бомбило в то время. Сейчас вообще мы-то, ну, очень дико горим в воспоминаниях, кстати. В чем прикол песни про «Мама, я люблю»? Мама, я люблю кокаин. Мама, я люблю сатану. Мама, я некрофил. Мама, я предал страну. Мама, я люблю тратить деньги на шлюх. А все потому, потому что я крут. Я удивился, что она так взлетела. У вас… Много плохих слов всегда нравится. Да? Если бы вы рифмовали, как рэперы новой школы, я бы понял, но все-таки «Анакондос» — это группа, где прямо… Там типа «сам» слишком просто? Да, это какой-то полный пиздец. То есть это… А, ну, во-первых, по форме, по форме, что просто… Это не «Анакондос» по форме. А, нет, по форме это как раз была… Вот припев — это как раз специально выбранная форма с обращением «Мама», потому что, ну, типа, это самые распространенные хитовые песни. У всех тогда еще гребело «О боже, мама, мама». Блять, по-моему, у каждой группы есть песня хитовая про маму. И вот была шутка, что «Мама», «Я люблю», и понеслась. Ну, а смысл, там же так и говорится, быть плохим примером гораздо интереснее. Всем нравятся плохие персонажи. Глядя на чужие ошибки, можно сделать все иначе, чтобы никогда не совершить их. Но, к большому сожалению, мы так не умеем. Нет, быть плохим примером гораздо веселее. Ну, да, ну, это шуточная же песня. Потому что группа «Анакондос» правда не употребляет наркотики и никогда не употребляла. И мы, как бы, призываем людей не употреблять наркотики. Ну, то есть эта песня — это гротеск. Ну, типа, это литературный прием. И нужно понимать это, как бы. А если ваши дети слушают, и вы боитесь, что они начнут колоться, ну, типа, это не моя проблема, а проблема того, что вы не можете воспитать своих детей. Следующая песня — просто шутка и повод потанцевать. А вы прям реально все не по наркотикам в группе? Нет. Грубо говоря, вот я тебе сейчас показывал, водичку выносил, у нас маленькие стопки здесь. Вместо косяка жирного и прочее. То есть вы бухаете? Знаешь, есть джедаи зеленого меча, есть джедаи синего меча. Вот мы джедаи синего меча. Но мы не призываем никого ни в коем случае. Алкоголь — это зло. Каждый из групп «Анакондас» это познал на себе прям очень-очень хорошо. Поэтому не пейте. Пацаны, мы из одного джедаиского войска. Приятного встретиться. Из одного ордена. Ордена джедаев. А вы тоже по руку угораете, судя по причасткам, нет? Смотри, я вырос на нем на руке, ни хрена себе. Я бы вырос на депепленные, с заперенью. Мотор и Хэд, Блэк Саббат, это самое же. Я ему в детстве поставил, посмотри, панк-рок, группа «Блинк-182». Он слушает, слушай, какой панк-рок, типа, поют ноты. Говорит, вот в Москве учился, вот там была группа «ДК», «Девич и Кал». Вот они пели, у телефона и будки стали проституты. Говорит, вот это был панк-рок. 99% была такая группа. Я чукча, я суперчукча, я слышал таких. И тут это был панк, это чистые панкухи были, которые вышли в те годы, только панк вышел. Его вообще же нигде не это, не было. Это домашинное время запрещали. Ну, все впереди. Да, панк, 99% и ДК, прогуглите, посмотрите те времена, послушайте их песенки. Сейчас не панк, сейчас просто это, там просто набор этих. Что мы пьем? Самогон. Так, на всю страну, да? Ну, ничего, что такого? Тут лейгерство запрещено. Мы же не продаем. Завтра к нам придет участков. Ну чего, им нальем тогда. Какие проблемы? Я могу как гость или нет? Конечно. Мы просто мечтали об этом самогоне с самой Москвы. Самогон есть самогон 40 градусов, ну 42 может. Ну, может быть, и 54, оно как повезет. Да, да, оно как в бутылке попадется. Алкоголь вредит вашему здоровью, друзья. Пейте в умеренных дозах, в приятной компании. Только, да, приезжаем, и только под родительским надзором. Это самое важное. Не напиваться, а здоровье для. И прочие отговорки. Серега, ты где сидишь, здесь? А я не на второй. Сейчас будет этот. Мама, это монтаж. У меня не алкоголь, у меня просто чай, чай, чай. Все свое, рыба своя, грибы свои, икра своя, натуральное хозяйство. Серега, держись, сейчас чокимся, садимся, там уже звук бурлений идет. У него слюни текут уже. За Россию! До конца. Ваше здоровье. Очень классно. Вот правильно, как дедушка говорит, запивают только алкаши, нужно закусывать. Ну, миленько. Я оценил, насколько мои родители классные. Уже в возрасте за двадцать. Ну, чтобы ты поняла, когда я уволился из Минфина, я уволился в никуда. Да. У Anacondas были еще концерты, да, но мы с концертов там зарабатывали по пять тысяч рублей, и они были там два концерта в месяц. Это две тысячи какой-то, тринадцатый год? Да, две тысячи тринадцатый год, и обеспечить себе жизнь было абсолютно невозможно. И, то есть, уволившись с Минфина, я, ну, то есть, я прям в бездну прыгнул. У меня были дни, когда у меня было сто рублей в кармане, и я думал, я прям решал, я покупаю пачку пельменей, либо я покупаю шаурму, там, либо, ну, то есть, я выбирал себе пищевые наборы на день на сто рублей, каюсь, ну, я не знаю, насколько это по-мужски, не по-мужски, ну, а куда, ну, я маме писал, маме в обход папы, мама папе не говорила. Потому что он тебе предъявил бы по-мужски? Ну, ну, как бы мне стыдно, вот перед паханом мне было бы стыдно, что я взрослый мужик, и что я прошу денег, мне было бы стыдно. Я просил у мамы, мама мне платила за квартиру, там, 17 тысяч, что ли, 16, я жил в комнате, не квартире, комната, я снимал комнату. Мама мне оплачивала комнату, и давала какие-то, там, 3-4 тысячи рублей, чтобы я купил себе покушать. Она мне тоже иногда, там, чуть-чуть говорила, что вот надо было остаться на госслужбе, потому что это уверенно, потому что это наверняка твердо, и ты можешь там зарабатывать, и с тобой ничего не случится. Но когда я ушел оттуда, ни мама, ни папа ни разу мне не предъявили. То есть не то, чтобы не усомнились в успехе, я думаю, они даже об этом не думали, но просто не предъявили, что, типа, ты просишь денег, что ты, ну, типа... Только тогда понял, насколько мои родители крутые, что они не осуждают. Может быть, они не верят даже, и, может быть, они даже не понимают тех песен, которые мы поем, но они принимают выбор. Типа, они приняли выбор, и как семья поддерживают. Тогда я понял, что, типа, самое, ну, типа, крутое, важное в жизни семья. Да, потому что тебя поддерживают, ну, невзирая ни на что. Это шикарь, ему нравится. Ну, так, 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 это 50-50, так тоже. Сколько вот мужчин в вашем возрасте в России вообще знают? У меня никто вообще никто не понимает. Кто знает о группе Аскин Александрия? Я не знаю, я не знаю. Ну, его мужики не понимают, конечно. Нет, я правильно понимаю, что мы сейчас в самом прогрессивном месте Астраханской области, да? Да, да, да. То есть, просто это такой Вудсток и русского юга. А вот, ну, это, женя не нравится, она будет. Да, пап, когда с мамой ездит, он включает радио. Мы с ним, или он один, он включает ров, металл. На полно, да, на полно, что стекла вылетали, там, ну, я там не засыпаю. Я могу ехать там 10 километров, ну, у меня прет, он нормально, хорошо. А кто по профессии? Я экономист. А ну, сейчас водитель на заводе. Рок для умных людей. Для очень умных людей. Расскажи о своих родителях. Отец у меня умер в 2002 году, поэтому всю юность меня воспитывала мама, мама сейчас ничем не занимается, она не работает, она на пенсии. Что, люблю свою маму. А я очень удивился, что она очень плохо реагирует на твои татуи. Что странно, учитывая, насколько ты забит. Каждый раз, когда у меня появляется новая татуировка, если она заметила, что она новая, то она будет где-то месяц меня, ну, очень сухо со мной общаться, даже, может быть, по возможности игнорить. Не брать трубу? Ну, не брать трубу, но там я не могу говорить, потому что мы же живем в разных городах, и поэтому, в принципе, это возможно делать. Последний раз у меня появилась новая татуировка, она мне попыталась предъявить, я говорю, мама, ты уже на нее обижалась, на конкретно вот эту татуировку, ты уже обижалась, поэтому можно на этом прекратить разговоры. Пропустить этап обиды. Да, она такая, а, да, ну ладно. Вот, то есть она... Я сейчас рассказал, мам, это давно было. Еще ты говоришь, что она ждет тебя очень смешно, когда ты в Астрахани. Да, это интересная вообще фигня. У меня, это не только у меня. Родители, когда отпускают детей жить в другой город, они совершенно спокойные. Им не нужно знать 24 часа в сутки, где находится Чада. Они не волнуются, во сколько Чада пришло домой, и пришло ли домой вообще, и в каком состоянии. И вообще, и вообще в дом или, ну, в Москве, например, или нет. А когда ты приезжаешь домой, вот в отчий дом родительский, уже все это попадает в область ответственности родителя. И мне, 33-летнему мужику, например, запрещено слишком долго гулять ночью. То есть вот мы когда снимали в Астрахани, и мы засиделись с ребятами, с твоими Серегами, засиделись в Боревичи. Я уже не... Боревич... Я не мог уже пить самогон просто, поэтому я пошел редактировать все. Мы исключительно пили чай, потому что самогон очень хорошо зашел. Мы вот чаевничали до трех утра, и мама мне писала гневные сообщения. Я не могу уснуть. Ну почему ты когда-то приедешь? Я говорю, мам, ну ложись спать. Она такая, не могу. Тревожно. И с Артемом приехали домой, она так... Хлопнула дверь, скажем так. Офигеть! 33 года, ребят. Это вообще даже мило и круто, по-моему, я не знаю. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вообще мы привыкли, что в группе фронтмены, они в целом как бы и лидеры группы. Но у вас типа трехголовый дракон, да? У нас дракон трехголовый, но в целом в группе вообще демократия. Да? То есть любой участник группы может... Как в России? Нет. Максимально приближенная к идеалу. Ну то есть любой участник группы может сказать, пацаны, это хуйня. Мы давайте не будем так делать. И мы не будем так делать. То есть если мы, например, даже поход к тебе мы обсуждали, и сначала не было единогласия в этом вопросе, например. Ну то есть ребята писали, что да нахуй. Ну типа проходной двор, что там нам делать? Блядь, кого только... Во-первых, нас никто не знает. Во-вторых, там кто там, блядь, кого там только не было? Что там вам идти? Хуйни наговорите, только себе хуже сделаете. Потому что у тебя некоторые, реально, вот лучше бы они к тебе не ходили. Ну в итоге мы как-то договорились. Ну то есть у нас всегда все обсуждается, поэтому очень медленная группа. Когда мы пишем песни, мы долго обсуждаем, блядь, можем сделать 20 вариантов. Когда снимаем клип, это все, сука, обсуждается. То есть все очень долго. У каждого есть право слова у нас. А трехголовый в плане, что песни пишем мы с Сергеем, а всю музыку живую и аранжировки в неживую музыку, ну то есть биты Тимура, делает Илья. И вот у него, например, там чуть-чуть права голоса в музыкальных вопросах, например, больше. Он там типа может сказать, что блядь, пацаны, это такая, блядь, зашкварная гармония, блядь, что не надо под нее вообще ничего петь и ее играть. Биты Тимура, а живьем... Биты, в смысле, не живые барабаны, а вот классические, ортодоксальные рэп-композиции, да, делают нас мэр Бурятии и Тимур. Мэр Бурятии? Мэр Бурятии. Он не выступает на концертах с вами? Нет, он не выступает на концертах. Но он член группы? Член группы, сидит дома, занимается продакшеном, делает минуса и там технически разные вопросы решает. У нас такой маленький слепнот. Игги-поп, его самая известная песня. Это удивительная хуйня, на самом деле, я не в курсе был этой песни. Даже я, не музыкант, знал песню «Пэссенджер». Я знал, кто такой Игги-поп, да, что он клевый выглядит, лучше, чем я в свои там, сколько ему, две тысячи лет. Да, и мне просто написал парень какой-то, слушай, похож этот. Ну, как бы, я не знаю, ну вот бывает, знаешь, там, ну это три аккорда, которые вообще, на них все песни мира сделаны. В ля-миноре, мне кажется, ну все знают, кто хотя бы видел гитару, значит, что такое ля-минор и какие-то там основные ступени. Ну, просто так получилось, не знаю. Ну, мы не воровали, нет, такой прикол. Это, ну, еще с детства, если украл, то это какое-то, ну, крысить — это очень плохо, воровать что-то. Ну, на районе вот так, ну, типа, если ты украл какой-то ревчанский или что-то там спиздил где-то, тебе скажут пацаны, ну вы, да, вот это была, это группа Korn, а это, поэтому не воруем как-то, если где-то реально совпало, то извините, пацаны, правда. Илья, какие бешеные пес, гитарист изначальной группы Мачи Слона, астраханской хардкор-группы, не знаю, металл-группы Мачи Слона, который пришел к нам в группу не сначала, вот его позвали, он за это время поставил себе цель. Я — рок-гитарист. И он, я не знаю, чтобы люди так в зал тренажерный ходили, как он занимается на гитаре, то есть он ходил к репетиторам, когда научился, он дома, он уехал сейчас в Таиланд, он, сука, взял с собой гитару, чтобы даже на отдыхе заниматься и записывать материал. Я у него спрашивал, блин, чувак, типа, зовут, я не знаю, в какую-нибудь популярную попсовую группу пойдешь играть? Он сказал, нет. Я — рок-гитарист. Типа, анаконда, ну, типа, если я не буду играть там, где мне нравится, значит, я пойду барменом работать. Я работал в баре всю свою жизнь сознательно. Кстати, про барную историю можно быстренько сказать? Все мужики, когда напьются, у них две стадии. Так. Вот я за сколько вот помню, они либо тебе, ну, бля, братан, как тебя зовут? Он тебе рассказывает какую-то свою историю, непонятно, ты как бы киваешь, ну, нельзя спорить. Вот, там, знаешь, там вот эта Светка, моя жена, борщ не варит. Ну, и ты такой стоишь, киваешь, и он поджирается, такой, вот ты, блядь, красавчик, вот ты на туре. И оп, начинает с тобой в армрестлинг рубиться. Если вот есть пацаны в баре, они отвечают. Вот Юрий Освенец, он тоже работал. Ты же местный, а так же было? Всегда, это вот стандартно, и вот видишь, у нас уже три бармена. Пиздец. Так, а вторая история? Это она, в одну перевозку. А, то есть сначала он жаловался на Светку, а потом? Либо он там сидел, жаловался на Светку, подошел к тебе, и что-то там, ну, типа, пацаны не сосут, вытаскивают из этого, ну, допустим, из коктейля. Ну, понял, такая тема. Пацаны не сосут. Ну, если ты, допустим, делаешь коктейль виски с колой, и ставишь туда трубочку, то он в тебя может запустить, потому что пацаны не сосут. Бля. Слушай, а я слышал, что у всех барменов болезнь шеи, потому что кивать приходится просто миллион раз за вечер. Ну, видишь, металлист еще, я очень много трясу головой на сцене, поэтому разработаны шеи. Нормально, да? Да, всякие вещи. Но соглашаться и выслушивать нужно очень много, когда работаешь барменом, да? Ну, смотря, да, если бар такой, если ты в кофейне, где там чай мая бессмеля, и ты налил, то там никто тебе не жалуется. А в баре, если, ну, в таком, если, где гушбанят, то, а что ты будешь с ним спорить? Он тебе что-то рассказывает, ты говоришь, ну да, да, хорошо. Юрца, Юрца резали. На него набросился чувак в Екатеринбурге и хотел порезать. Когда Юрец за стойкой стоял? Да, потому что Юрец с ним не согласился. Он сидел, ну, тип сидел и рассказывал, что он там служил, воевал, и там болванка ебнула по составу, а мы там... А Юрец ему говорит, слушай, ну ты же 10 минут сказал, что ты просто в штабе сидел там, жопу протирал. Ты такой, ах ты, бля, и начал его пытался там зарезать. Аллилуйя! Живые позавидуют нас, браво! Ангел спустится, снегец! Всех нас детство, за отбор ты и летец! Всех нас съест! Его щупальца рушат здания, его пасть не звергает пламя, он обязательно всех достанет, достанет. Мы чуть ли не с первого альбома мечтали написать песню. Мечтали. Мечтали, потому что не всегда получается. Хотели высказаться на тему религии. И вот особенно на фоне всех запретов, на фоне законов о нарушении чувств разных групп граждан, нам показалось, что высказаться обязательно нужно. Долго не получалось, потому что не было подходящей там музыки. А тут как-то Илья сочинил «Музло подходящее», и мы дико вдохновились. В том числе вдохновились, кстати, песней Бобби Орнема. Именно по атмосфере. Это музыкальный комик американский? Ага. Стендап-комик, у которого есть великая, я считаю, песня про Бога, где он от лица Бога поет землянам о том, что ему нет до них дела. Ведь в мире, во вселенной есть триллионы других инопланетян. С точки зрения Бога это действительно же выглядит странно, что это он переживает, ешь ли ты мясо там, ну и прочие вещи религиозные, которые как бы… Да, и мы, вдохновившись атмосферой, решили раскрыть эту тему через какой-то невероятный контекст. Например, конец света. Что ангел придет и все… С щупальцами, да. Да, и ангел совсем не… если он придет, он совсем не так выглядит, как вы думаете. Совсем не в том виде. Возможно, это коронавирус. Возможно, это еще что-нибудь. Возможно, это вещь с щупальцами. И вас за ваш инцест и за аборты вас всех покарает. Вот к вопросу о вере и церкви. Вот я живу сейчас на районе Медведково. Там стоит храм Святого Серафима. И когда туда заходишь, там висит табличка. Разговаривающим в церкви посылаются скорби. Понимаешь? И это вообще не круто. Люди туда ходят искренне. Ну, потому что они хотят туда ходить. Им там нравится. Они, может быть, спокойствие какое-то внутреннее находят. А им пишут – рот закроешь. Только это же знаменитая шутка есть. Почему в православных храмах стоят, а в католических сидят. И как бы у нас это объясняется, что стоицизмом, проявлением уважения, грубо говоря. Ты вот стоишь, терпишь, и Бог терпел, и нам велел. И на что католики отвечают, что лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о табуретке. В России, я считаю, есть несколько рок-звезд. Это кто? Спирин. Оу. Фео. Оу. И… Из группы «Психея». Из группы «Психея», да. Я фанат группы «Психея». Несмотря на то, что, наверное, он группу «Анаконда» свертел на одном месте и нас, как и всех, презирает, но мне пофигу. Я хожу на концерты их, там, мерчегу покупаю, там, скачиваю песни. Ну, то есть мне неважно, если артист мне не нравится, а мне нравится их музыка. Вот. То есть если мы им не нравимся, а они мне нравятся, то мне как бы пофигу. Чача. Просто, в моем понимании, рок-звезда — это никак не связано с популярностью артиста. Это никак не связано, там, даже с теми песнями, которые он поет. Даже не связано с теми косяками, которые он там может делать. Это вот персонаж, когда ты находишься с ним в комнате, и вот он начинает что-то рассказывать, или просто вы с ним болтаете, и он как бы постепенно заполняет все пространство. И люди, которые даже общались по-своему, они в какой-то момент просто начинают как бы подсасываться, как в черную дуру к нему. «Психея заебись» группа, кстати, мне очень нравится. И новый релиз охуительный, так мне понравилось. Хоть рубль вредный. И на всех, ну блин, а что, песни-то, я же слушаю песни его. Они... А, то есть ты разделяешь человека и автора? Блядь, мне говорят, что так делать нельзя, но есть группа Lost Prophets, и там вокалист сидит за педофилию, и за какую-то очень, блядь, жесткую. Но такие песни обалдежные были. Я не знаю, как так получилось, как вообще в этом прекрасном фронтмене мог сидеть вот это непонятное, блядь, чудовище. Но, когда ты включаешь, у тебя эта мысль есть всегда, да? Lost Prophets, и мы слушаем там до второго припела, я говорю, пацаны, блядь, а вы поняли? И такие, да. И мы вырубаем. Вы поняли, что это они, или что? Ну неужели, что, блядь, так можно было? И мы больше не слушаем. А, то есть все-таки сказывается, да? Ну, блядь, да, но это слишком жестко. А то, что рубль там кого-то обосрал, это ладно. Ну, на нас хуйню говорил. Ну и ничего страшного. Я вам говорю про вас. У него наш кореш брал интервью в Таллине. И говорит, а ты слышал, там какая-то делюга была в главклубе, у «Анакондос» выключили звук на концерте. Он говорит, у «Анакондос» вообще нет никакого звука. Ну, типа, это какая-то хуйня. Мы такие, ну, прикольно. Итак, мы хотим попросить вас поднять на плечи самое дорогое, самое ценное, что у вас есть. Самое красивое, самое любимое. Посмотрим, кто догадался. Вот он. Подарю Серёжу прикалечен, И вряд ли обеспечен, ведь я тебя и кейчен. И пусть я ни о чём не жалею, Ведь у меня есть то, что мы важнее. Проездной не гадаться, Песня «БДСМ» — это первая песня в истории группы про любовь, про отношения. Всё уже у нас есть. Для любви и для отношений. Не нужны никакие там подарки, луна на небе. Всё при нас, так сказать. Если упрощать, то есть, если есть он и она, и между ними есть сексуальный контакт, это уже круто и здорово. И не нужны ни Феррари, ни всё остальное. Тесная связь. Но мы, конечно, раскрыли через тему секса эту идею. Тесная связь. Нет, просто любовь превыше всего. Не нужны вот эти все вещи. У меня есть проездной, и этого достаточно. И бизнес-ланч. И бизнес-ланч. А сам ты думаешь, что этого достаточно? С милым в рай и в шалаше, я считаю так. Это, кстати говоря, очень глубокая, мне кажется, поговорка. Но это не отменяет того факта, что вместе нужно развиваться, к чему-то стремиться. И в том числе добывать материальные блага какие-то. Но, да, самое главное — это любовь и отношения. Что думаешь, когда девочки вот так вот на шеях пацанов и подпевают вам? В том числе очень такие благочестивые, как кажется, подпевают эту песню. Маленькие чертики у всех есть. Я думаю, поэтому они и подпевают. Я как начал петь, ну, бэки, сразу прибавилось больше тоскующих лебедушек у меня. Если бы я знал, что так можно, пел бы, блядь, с третьего класса. То есть тебя не выделяли? Ты просто… Да нет, ну я просто играю на гитаре, там есть какие-то видео внутри группы, я там шучу какую-нибудь хуйню рассказываю. А когда я начал именно петь бэки, как будто бы, знаешь, девчонки, у него есть гитара, и он еще поет бэк, хотя там два раза… И все. Как бы лебедушкам это больше нравится, и там тоскуют на фланге. Это прикольно. Почему лебедушки? Ну, как я их назову? Ну, девчата. И что после этого происходит? То есть там в директ пишут или что? Да нет, я уже все, типа сегодня-завтра уже буду этот… Поэтому мне эти директы ваши не нужны, лебедушки. Пока мы ехали сюда из Астрахани, я читал, что Моргеншнер купил себе цепку за три миллиона рублей. Везет ему. Важно поговорить про деньги с вами. Что у вас с баблом? Тьфу-тьфу-тьфу. Последние годы получше с баблом. Не, ну, цепку за три миллиона я могу себе купить? Ну, и остаться с голой жопой, например. Чисто в одной цепи этой ходить. Машину мы можем купить, хотя нам просто не интересно, да, хорошую машину. Но квартиру в Москве пока не можем купить себе. Но опять же, про деньги, чтоб ты понимал, у нас в группе как демократия в плане принятия решений и обсуждения вопросов у нас также финансовая демократия. То есть мы с Сергеем на двоих даже сорок процентов денег группы не забираем, чтоб ты понимал. А сколько вы забираете? Меньше. Меньше сорока процентов. То есть на двоих у нас меньше сорока процентов дохода группы мы с Сергеем имеем, например. Да, мы все делим, распределяем. По-простому. Когда чуваки из Грота у нас были, они говорили, что у них получается по двести тысяч рублей в месяц на человека. У вас столько же или больше? Больше. Больше? Ну и нас людей, чтоб ты понимал, больше. Не-не-не-не, на человека речь. А, в среднем? То есть прямо еще поделить нужно это как-то? Ну, наверное, больше все равно, да. Больше? Да. Но вы копите еще на хату в Москве, да? Да. Или вы даже не копите пока? Нет, копия. Но я думаю, что все равно это будет ипотека. Ну, наверное, не круто для рок-артиста сказать, я беру хату в ипотеку. Но простите, пожалуйста, реальность такова, что, да, скорее всего, это будет ипотека. Учитывая ту квартиру, которую я хочу брать для своей семьи, опять же, да. Песнями про члены динозавра я пока там 15 миллионов себе не срубил, к сожалению. У тебя есть какая-то глобальная цель вместе с ансамблем «Анакондос»? Нет, слушай, я не из тех, кто там… Хочется музыка, мы изменим жизнь, мы дадим луч надежды, блять, в этом царстве тьмы и беззакония. Да нет, это же что, это песенки. Мы поем песенки. Они кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Моя глобальная цель, чтобы какой-то человек услышал мою песенку, ему стало на три минуты жить чуть легче. Все, я на больше не претендую. Куда? Что я должен? Я пишу, написал стишок, записал его. Человек пошел на работу, улыбнулся, день у него чуть лучше стал. Или грустным усталом, включил грустную песню, ну типа, ну и нормас, и пережил свое состояние. Все, ну типа, это музыка. Не нужно искать в этом спасение, можно искать в этом, нужно искать в этом спасение, но музыка одна, к сожалению, не спасет весь мир. Она сделает нашу жизнь лучше, но она всех не спасет. На улице дубак, на сердце тлен и мрак. В интернете, как всегда, кто-то не прав, но мне плевать. На улице дубак, скорее бы весна. Что мне ваши катастрофы и теракты, мне б не знать о них. На улице дубак, хочу зеленый чай, чтоб кто-нибудь укрыл Ибану пледом мое тело. На улице дубак, скорее бы весна. Что мне ваши катастрофы и теракты, мне б не знать о них на улице. Ты спрашивал, понимают ли люди эту песню. Это прямо вот одно из правил. Вот мы избегаем прямых обращений, прямых каких-то высказываний, потому что все-таки это песня, в ней должны быть какие-то художественные приемы. И вот петь «все плохо» у власти воры и коррупционеры — это как-то неприкольно. Ты превращаешься в Маяковского времен его красной болезни. Ну, когда он топил за советскую власть, и очень можно посмотреть эволюцию его творчества. Его творчество превратилось в агитки. То есть, давайте, возможно, вы не хотели бы называть имена, но поскольку это близкие нам люди, то я попробую это сделать. Прямолинейность порнофильмов вам не нравится? Мне нравятся их как раз образные песни. А когда это прям совсем в лоб и прямолинейно, это прям… Как тебе сказать? Ну, мне неинтересно просто. Мне как человеку, который в первую очередь ценит текст, мне не очень это нравится. То есть, мне гораздо приятнее, например, в этом плане творчества Лупер Каля, он же Хорус, или… У него очень много, у него целый альбом есть «Роспечаль». Это то, что это наш… Мои дети не будут скучать, только записанный несколько лет назад. Там абсолютно то же самое, что у нас, но только, опять же, с его образностью, с его поэзией. Абсолютно. Альбом «Роспечаль» – это альбом про то, насколько тяжело сейчас живется на Руси. Не сейчас, но вот тогда. Мало что изменить. Да, да, да. Ну, потому что, видишь, мы… Но с большим количеством метафор. Очень огромное количество метафор. И, ну, это прикольно, когда ты должен декодировать, когда ты радуешься, что, ой, блин, вот крутой образ чувак придумал. Вы в «Дубаке» поете, что весна, может, настанет, но… Возможно, не при нас. Не при нас. Что ты думаешь, при нас или нет? Я надеюсь, что… Там про политическую весну, если кто-то не понял. Я надеюсь, что при нас, конечно. Да и думаю, что это возможно при нас и произойти. Сколько ты еще проживешь, я проживу там, не знаю. Я надеюсь, лет 30, может, что-нибудь произойдет. О, дружище, очень опасный вопрос сейчас. 30 – это сколько мне будет, получается? Ну, маловато. 63 тебе будет. 63… Ты что, мне кажется? Ты что, там, говорят, стоит еще? Ну вот. Дай бог. Как? Я надеюсь, что на наш век, конечно, это придется. Но не буду против, если дети хорошо поживут, в принципе. Да? Ну, как бы… Лишь бы, лишь бы не дольше это все дерьмо продолжалось. Если дети тебя спросят, пап, а ты что делал для того, чтобы весна настала политическая? Что им скажешь? Я скажу, батя у тебя вообще-то альбомы протестные писал, мозги вправлял там кому-нибудь. Ну, я все, все, что можно, я делаю. Ну, как мне кажется. Ну, в смысле, не я, а наша группа. Мы не транслируем позицию прямо в контент, который мы производим. Мне кажется, что когда ты слушаешь песню, тебе нужно, чтобы что-то… Чтобы разобраться в содержании, чтобы разобраться, тебе нужно какие-то винтики в голове включить. Это уже хорошо. Это значит, что если заставил эти винтики крутить кого-то, значит, ты что-то сделал для хип-хопа в свои годы. Блиц! Я спрашивал коротко, ты отвечаешь необязательно коротко. Давай. Лучший способ склеить ципу? Блин, опять простые вопросы, меня загоняет тупик. Знакомился просто с девушками не в институте, там где-то не на работе, либо… Два раза в жизни в молодости. Ну, в молодости, в юноше, там, в 15-16 лет. Я, честно говоря, если у меня будет необходимость познакомиться с девушкой… Ну, типа… Девушка, вашей маме зять не нужен? Или, типа, звонили из рая, там, говорят, пропал самый красивый ангел. Это, наверное… Это все, на что я, блядь, способен. Ну, я не знаю… Про рай я никогда не слышал. Ты что? Юра, ты вообще… Самый красивый ангел. Откуда ты? Ты, походу, вообще не клеил никого. Я-то как раз… Вас родители, что ли, повенчали? Я чемпион по неудачному клеению. Ну, блядь… Я, скорее всего, если захочу познакомиться с девушкой, я пока буду идти, споткнусь, разолью все стаканы, которые будут стоять рядом, зацеплюсь всей одеждой за все предметы, скажу какую-нибудь хуйню и уйду. Вот. И поэтому я лет 15 этим не занимаюсь. Лучший способ склеить цыпу? Я себя знал. Себя знал, я бы склеил, наверное. Вот, может, мотоцикл нужен? Вот, походу. Походу, нужен мотоцикл купить. Вы когда писали эту песню, это… Ну, прям вот важные… Важные скрепы, да? Такая пацанская, провинциальная. Что… Ну, да. Мне кажется, это стереотипненько. Весьма. Склею цыпу, сяду на мотоцикл, е-е-е, и уеду в закат под хай-вей тупел… А слово «мотоцикл» вы придумали или вы услышали? Это такая шутка в шутке. Нет, мы придумали, конечно. Просто цыпай, мотоцикл не особо рифмуется, и мы переделываем… И вы так решили это? Да, просто, да. Давай так вот. Наверное, это ударило по… По возможностям поиска этой песни, но… В целом… Город России, в котором должен побывать каждый. Ну, не Москва и не Астрахань. Владивосток. Почему? Потому что там все по-другому. Очень красивый город. Там такое архитектурное разнообразие. Тебе и Советский Союз немножечко, и современная Россия, и какая-то азиатская история. Азиатский квартал там есть прикольный. Там интересный ландшафт. Высота разная. То есть ты-то поднимаешься, ты спускаешься. Там море. Мне нравится Калининград, потому что у нас есть товарищи, которые нас каждый раз катают куда-то там, мы смотрим. Мне нравится Екатеринбург. Мне нравится Владивосток. Я вот частенько читаю Алексея Иванова. Одно из крутейших у тебя интервью. Прям… Чего стоит твое выражение лица? Все интервью. Это да, это вот первый… Один из немногих случаев, когда ты сидел в ахуе. Но это одно из моих любимейших вообще интервью. И он очень крутой писатель. И вот то, как он описывает Урал, Сибирь… И вот сейчас я читаю его книгу «Дебри». И прям вот очень хочется поездить по этим городкам. По маленьким? Да, там всякие… Вот тот же «Табол», «Верхотурья» и вот там… И дальше, дальше. Многие так делают, например, я знаю. Ну типа едут в глубинки, вот в такие места. Рок или рэп? У тебя должна быть футболка сейчас какая-то, знаешь, «Продиджи» или типа того. Рок или рэп? Музыка? Рок или рэп? Музыка просто любая. Нету, нету, больше, друзья, нету никаких жанров. Нет рэперов, нет рокеров, нет рок-музыки, нет рэп-музыки. Все уже давно перемешалось. Все, все уже, все уже придумано. Не все придумано, но просто… Просто любая музыка, которая делает вашу жизнь лучше. И все. А там рок, рэп, хоть все вместе, пожалуйста. Наслаждайтесь. В чем сила? Сила… Сила в нравственности. Ну, не в том смысле, что человек высоких моральных принципов победит, и он силен, а в том смысле, что когда вообще весь мир, вся цивилизация синхронизируется в основных понятиях нравственности, добро и зло, то именно тогда цивилизация расцветет. Это будет совсем не скоро, но это случится. Еще второй ответ, и это правда, это сила в деньгах, блядь, вот. Просто можно по-разному подойти к вопросу, вернее, к ответу на нем. Вот я выбрал вот этот, потому что именно так мне больше нравится значение самого вопроса. А на самом-то деле, как видно вокруг, сила — это как раз в материальных вещах. Ну, глобально это так. Пусть будет банально, но вот это, наверное, единственная моя хорошая черта. И вот, наверное, сила для меня в ней. Сила в доброте. Типа, как сказал один артист, жизнь — это куча хуйни, которая просто случается. Вот, и вот хочется, чтобы мы были чуть добрее друг к другу. И, может быть, эта куча хуйни перестанет быть кучей хуйни и станет кучей ромашек. И... конкурс! Конкурс. Пацаны, во-первых, друзья, варианты правильных ответов конкурса надо писать к прикрепленному посту. Мы вот отметим это, чтобы другие комментарии были свободны, чтобы мы могли как-то обсудить группу «Анакондос». У вас в раннем творчестве была песня «Лузер». Про неудачника и про то, как он терпит всякие провалы. Ну, про всех нас, да? Да, про всех нас абсолютно. Что мы... Про наше неудачное интервью, да, к которым мы готовились. Вам нужно написать историю своего главного факапа в жизни. Ну, и, может, историю, где вам было стыдно за себя. Абсолютно. Ну, я надеюсь, что людям все-таки за факапы стыдно. Ну, да. В комментариях вы пишете историю, и чем смешнее она будет, и при этом будет выглядеть правдоподобной. Это очень важно, друзья. Потому что правдоподобность мы проверить не сможем, скажем. Да, она должна просто выглядеть так. Мы все это оцениваем, и победителю вручаем приз. Какой это будет приз? Мы как-то играли на фестивале Atlas Weekend, и вышли с Артемом Пивоваром играть эту песню «Хаос» в зал. Сняли видео, выложили, и мы не ожидали. И Юра оценил и выложил у себя это видео у себя в Инстаграме. Мы такие, прикольно. А, да, это рубрика «Заебись» была. Да, рубрика «Заебись». Юра увидел это видео, выложил у себя, и как-то я захожу на это видео, смотрю комментарии, и там собрались все концертные эксперты, которые как бы были на всех концертах мира, на концертах всех лучших групп. Они просто пишут, что эта группа вышла, а ты был на концерте Юра Дипишмот, а ты видел концерт «Рамштайн», а ты видел концерт «Слепнот», а ты был там… Я думаю, прикольно, типа, что группа «Анаконда» сравнивают с метрами, что как бы в противовес нашему скромному перформансу представляют такие вот вещи. Это круто, круто. Мне было очень приятно, конечно, это читать. И мы подумали, вот для всех концертных гурманов, для всех людей, которые разбираются в том, как нужно играть концерты, где нужно играть концерты, как нужно себя вести на концертах, Мы придумали конкурс. Друзья, мы оплатим вашу поездку на любой концерт любой группы в любую точку мира. Чего? В том числе фестиваль. Если вы хотите поехать на концерт, например, Фейса в Рязань, пожалуйста. Вот я знаю, сейчас будет тур «A Day to Remember» с Грэнсоном в Европе. Если вы хотите поехать на концерт «A Day to Remember» в Прагу, пожалуйста. Если вы хотите поехать на концерт «Металлики» в Нью-Йорке, пожалуйста. Если там будут билеты, то есть… Да, стоп, стоп, важно. Если там не «Sold Out», если вам удается, как вот нам удалось тут… В рамках разумного, да. Если вы хотите поехать на концерт «ACDC» на подводной лодке, ну простите, пожалуйста… То есть, друзья, да, ну в пределах разумного, когда там есть время, даты и места, мы вам оплатим проезд, проживание, оплатим ваш консульский сбор, оплатим билет на концерт, оплатим билет назад. И вы съездите на любой концерт вашей любимой группы и приедете и расскажете нам, как нужно играть концерты, чтобы это было круто. И это правда, ну мы с удовольствием послушаем. Спасибо, пацаны, отличные и интересные несколько дней. Спасибо вам. Спасибо. Россия, родина моя. Как говорят у нас у одного футбольного клуба, мы вместе, мы победим. Юрий будет дочь, дочь будет Юрий. Юрий будет дочь, дочь, yeah.